Всем привет, с вами канал Всю Китай, и сегодня у нас на обзоре одна из самых дешевых портативных консолей с Алиэкспресс. Как и обычно, бренда тут нет, в углу лишь указана модель S8, ну и есть изображение самой консоли, только у меня она будет в другом цвете. Тут же сбоку указаны и главные особенности, 520 встроенных игр, 1020 мА аккумулятор и возможность подключать к ТВ. На обратной стороне коробки мини-гайд по кнопкам и имеющимся элементам. Сверху цвет, бывает их три, у меня это темно-зеленый. А снизу изображение геймпада для игры вдвоем, моя комплектация если что без него. Открываем коробку и перед нами все как всегда на пластмассовой подложке, для безопасности при доставке консоль лежит экраном вниз, уберу ее пока что в сторону. Здесь в комплекте у нас очень, прям очень короткий кабель с USB на microUSB. Немного длиннее кабель для подключения к ТВ с мини-джека на два тюльпана, один для видео, второй для аудио. И небольшая инструкция на английском языке. Ну а вот так выглядит сама консоль. Естественно она в пластмассовом корпусе, ну и как я сказал ранее в темно-зеленом цвете. Именно цветом и внешним своим обликом она мне и понравилась. По кнопкам тут все стандартно, в том числе есть турбокнопки. Кнопки мягкие и легко нажимаются. Между ними небольшой экран, причем как видно на свет, то он меньше чем само место под него. На верхней части сдвижной переключатель on-off для включения или выключения консоли, рядом разъем для подключения к ТВ, а самый последний это microUSB для зарядки аккумулятора. Он тут кстати съемный и прячется под крышкой на задней части. Аккумулятор этот достаточно популярный, это BL5C. В случае если он ушатается, вообще не будет проблем найти и купить другой. Динамик кстати находится здесь же, за перфорацией под правой рукой. Регулировка громкости осуществляется всего одной кнопкой слева от экрана, она тупо переключает режимы. Ну сейчас все покажу. Сдвигаем ползунок и консоль мгновенно готова к работе. В меню играет уже знакомая, по крайней мере для меня, мелодия. И вот вам сразу как регулируется звук. Правда его качество оставляет желать лучшего. При каждом включении или перезапуске вы будете слышать эту мелодию. Звук в меню, да и вообще что-либо здесь настроить нельзя. Громкость при включении установлена на среднем режиме. И да, выбор языка вы тоже будете видеть постоянно. Это если что выбор языка, на котором будет отображаться название игр в списке. Выбираем английский и перед нами весь список игр. Естественно, как любят китайцы, не в алфавитном порядке. Список листается как по одной игре вверх-вниз, так и по страницам влево-вправо. Классика. Ну и конечно тут есть круговая прокрутка списка. Для запуска игры используется кнопка старт, ну а для выхода кнопка резет, после нажатия на которую снова придется выбрать язык. Про сохранение или загрузку своих игр речи тут и быть не может. Качество экрана, кстати, неплохое. По крайней мере при прямом взгляде. Но малейшее отклонение дает о себе знать. Теперь давайте поговорим про некоторые нюансы, ну или же вопросы, которые могут у вас возникнуть. Есть ли тут индикатор уровня зарядки? И по факту да, он есть. Справа от экрана, когда консоль включена, он горит синим. Когда заряжается красным. И это все, что он умеет. Меня лично порадовало, что работать консоль может даже без аккумулятора. Хотя в то же время, кому оно надо на портативной консоли. Но такая возможность тут есть. При подключении кабеля, звук и видео начинают по нему передаваться на ТВ. Консоль же выступает в роли геймпада. Стоит лишь отметить, что звук передается не просто моно, а прям в один динамик телевизора. Чтобы звук шел с обоих динамиков, потребуется вот такой переходничок. Ссылка на него будет под видео. Но так все работает и на телевизоре вполне можно играть. Провод, правда, коротковат, но это совсем другая история. Что же касается ПК, при подключении в выключенном состоянии ничего не происходит. Идет зарядка и все. При включении комп возмущается, что устройство не опознано и девайс никак не определяет. Теперь как это выглядит на ТВ. Отмечу, что для тюльпанов изображение далеко не самое плохое. Да и HDMI, конечно, очень далеко, но все же. Заодно, вот вам список имеющихся игр. Правда, их тут не 520, все хуже эти китайцы. Со 101 по 300 список полностью соответствует списку с 301 по 520. Но игр, в том числе популярных, достаточно много. Ну и, наверное, стоит посмотреть, как картинка выглядит в играх. Названия игр, хоть я думаю, они и так всем известны. Как всегда, будут на экране. В том виде, в котором они называются на самой консоли вместе с порядковыми номерами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Одним из немаловажных факторов портативной консоли является аккумулятор, который, зарядив полностью, я решил протестировать и показать вам, сколько эта консоль работает от одного заряда. Картинка на видео, правда, не всегда в фокусе, но смысл происходящего, думаю, понятен. В нижнем правом углу, если что, реальное время происходящего. Итоговый результат – 1 час. И я могу сказать честно, рассчитывал как минимум часа на два. Но как есть. Возможно, дело в том, что аккумулятор не соответствует действительности, но я его не замерял. Чем сильнее консоль разряжается, тем сильнее снижается подсветка экрана, доходя до минимума заряда и вовсе начинаются траблы, как с появляющимися артефактами на экране, так и со звуком. Наглядно вы видите, что происходит. Также, для особо любознательных и лиц, которые надеются, что внутри стоит обычная карта памяти, на которую можно будет накидать своих ромов, я ее разберу. Выкручиваем 6 винтов на задней части, дабы открыть корпус, после чего 2 винта, держащих плату, и вот она в моих руках. Как я и говорил, флешкой тут и не пахнет. Ну а что написано на чипах, перед вами. Ну и на этом, я думаю, стоит подводить итоги. Да, это очередная простенькая Дэнди, без сохранений, добавлений своих игр и прочего, но я считаю, что она вполне имеет право на жизнь. Тем более с ее стоимостью в 500 с небольшим рублей, еще бы платная доставка малину не портила, вообще была бы красота. От себя вполне могу рекомендовать. Если же хотите больше возможностей, либо наличие больших платформ, то и смотреть нужно в другую сторону, и конечно же в другой ценовой сегмент. Я, заказывая, сразу понимал, чего ждать, и получил то, что и хотел. А нужна ли она вам или нет, выбор только за вами. Как обычно, все ваши мысли по поводу этой консоли я жду в комментариях. Все пишите, с удовольствием почитаю. Ссылка на эту консоль будет в описании. Там вы сможете посмотреть актуальную цену на сегодняшний день, и при желании оформить заказ. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал в ютубе и в дзене, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой телеграм. С вами был Игорь, канал Всю Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok